Цены на черное золото в понедельник продолжили снижаться. WTI уже опустилась ниже стоимости в 100 долларов. Brent планомерно приближается к этому психологическому уровню. Существенное изменение цены происходит на фоне продолжающегося переговорного процесса между Россией и Украиной. Представители государств в понедельник провели очередную встречу. Поиск дипломатического разрешения конфликта существенных результатов пока не принес, но встречу было решено продолжить во вторник. Отсутствие плохих новостей и резких заявлений сегодня воспринимается уже как хорошая новость, и на этом затишние нефтяные котировки смогли существенно снизиться в цене. Кроме того, на цену черного золота сегодня влияет и ряд других геополитических факторов. В частности, речь о возможном снятии санкций с Венесуэлы в отношении поставок нефти со стороны США и новая волна пандемии в Китае. В субботу количество заболевших в стране побило рекорды за два года, на что власти некоторых китайских провинций и крупных городов отреагировали ужесточением карантинных ограничений и введением локдауна. Как эти события могут повлиять на глобальный спрос, пока сказать сложно, но то, что на рынках появился еще один фактор риска – это факт. Но вернемся к технической картине движения цен на черное золото. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают следовать в рамках коррекционного хода. Стоимость актива уже достигла важного психологического уровня в 100 долларов за баррель. Для того, чтобы цена смогла продолжить нисходящий ход, котировка должна твердо закрепиться ниже этого уровня. В противном случае на рынке возникнет отскок цены с последующим возобновлением восходящего хода. Продолжается коррекционное движение и по валютной паре доллар-рубль. Уже несколько дней к ряду российская валюта отвоевывает часть потерь после скачка к отметке в 153 рубля за доллар. Большую поддержку рублю в укреплении оказывает относительное затишье на информационном фронте. Речь о ситуации в Украине и попытках ее разрешить при помощи дипломатии. Новый виток переговоров между представителями государств, начатый в этот понедельник, пока достигнутыми соглашениями не увенчался. Точки соприкосновения, если и найдены, то еще не озвучены. В любом случае сегодня переговоры было решено продолжить, а значит и надежда на победу дипломатии все еще жива. Об экономических факторах, способных укрепить позиции рубля, в данный момент говорить не приходится. Санкционное кольцо продолжает сужаться, компании покидают российский рынок, а правительства зарубежных стран накладывают ограничения. В таких условиях единственное, что удерживает рубль от нового витка падения – это переговорный процесс. Так что по его итогам пара может резко развернуться в любую из сторон. Оценивая движение торгового инструмента с технической точки зрения, мы можем отметить следующее. Пара USD-RUB продолжает топтаться вблизи уровня 110 рублей за доллар. До тех пор, пока участники рынка не смогут удержать котировку ниже контрольного уровня на четырехчасовом периоде, сохраняется риск отскока курса и нового витка спекулятивного роста. Если же пара сможет закрепиться ниже 110 рублей за доллар, то с высокой долей вероятности торговый инструмент двинется к стоимости в 100 рублей за доллар. Что касается золота, то желтый металл продолжает падать в цене. За несколько дней актив потерял больше 120 долларов своей стоимости. Это достаточно сильное ценовое изменение, и обернуться оно вполне может новым ростом. Ну а пока мы можем говорить о том, что движение котировки вторит уровню глобальной напряженности. Снижение накала в риторике между Россией и Украиной, продолжение переговорного процесса, отсутствие новых кричащих новостей с фронтов сегодня способствует охлаждению градуса глобальной неопределенности. Похоже, у инвесторов появилась призрачная надежда на урегулирование ситуации, а значит и аппетит к бегству в защитные активы остыл, по крайней мере пока. Не стоит забывать, как остро и стремительно рынки реагируют на новости из Украины. Техническая картина по торговому инструменту на сегодня следующая. Фьючерсы на золото в период минувшего дня ускорили коррекционный ход. Вследствие этого котировка опустилась ниже отметки 1930 долларов за унцию. В итоге менее чем за неделю актив потерял в стоимости около 6%, что считается сильным ценовым изменением. Статус перепроданности золота уже фиксируется на рынке, что в ближайшей перспективе может привести к замедлению нисходящего движения и развороту актива в рост. Таким был прогноз от наших аналитиков. Как мы видим, основные торговые инструменты пребывают в состоянии коррекции и ожидания результатов переговорного процесса. Мы продолжаем следить за событиями на рынках, так что оставайтесь с нами, чтобы не пропустить самого главного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова